Вы смотрите отчет о походных испытаниях новой байдарки Варвар 380. Эта байдарка создана в компании Time Trial и предназначена для длительных комбинированных походов. Это когда с собой нужно брать много провизии, а также другого снаряжения, и когда маршрут включает как порожистые речки, как открытую воду, так и длительные волоки и обносы. Байдарка, которая должна всем этим требованиям удовлетворять, она должна быть, ну, во-первых, маневренная, чтобы проходить пороги. Она должна быть достаточно остойчивая и скоростная для движения по открытой воде. Ну и, конечно, она должна быть легкая, надежная и вместительная. Вот я думаю, что Варвар 380 всем этим требованиям полностью удовлетворяет. Полезная нагрузка в начале похода превышала 60 килограмм, а полный вес байдарки более 140 килограмм. Начались испытания на порожистой речке Куринга. Это самый северный приток большого озера Большая Имандра. Ну, несмотря на большой вес, лодка оказалась довольно-таки маневренной и легко проходила пороги, на которых, скажем, катамаран застревал часто и довольно-таки прочно. Лодка отлично вписывалась в повороты на порогах, хотя нередко вылетала на камни, но вот эти вот вылеты и пролеты на большой скорости по подводным камням, они не оставляли на ней никаких повреждений. За исключением очень-таки труднозаметных царапинок. Продолжилось речное испытание на очень маловодной порожистой речке Ковда. И, несмотря на то, что лодка довольно-таки длинная, 3 метра 80 сантиметров, она хорошо вписывалась в крутые повороты на порогах. Благодаря малой ширине она хорошо проходила, даже когда между подводными камнями расстояние было всего 8 сантиметров 70. Несмотря на очень малую воду, она легко проходила пороги до третьей категории сложности. Испытания продолжились на Больших озерах и Белом море. На открытой воде лодка отлично шла при довольно-таки сильном встречном ветре. Благодаря большой длине лодка отлично держит курс, особенно при встречном ветре. При этом развивает неплохую скорость. Система самоотлива или водоотлива неплохо справляется с водой, которая бьет через борт. Когда волна ударяет в борт или в нос, она также попадает в лодку во время ливня и стекает в нее свесел. За борт вода уходит быстро и незаметно. Из-за малого веса оказалось, что длительные волоки, в том числе по труднопроходимой местности, с этой лодкой, в общем-то, не проблема. Приходилось проходить сотни метров по оккуромнику, по большим камням. Лодка легко переносится, если ее просто повесить на плечо. Лодка отлично перевозилась на тележке вместе с другими вещами, по хорошей асфальтированной, а также по лесным дорогам, на общее расстояние 15 км за один день. Лодка довольно вместительная, и в ней удавалось разместить большую часть вещей так, что они не сильно выступают над бортами лодки. Это очень хорошо, так как, во-первых, повышает устойчивость, когда вещи все расположены низко, значит центр тяжести низкий. И, во-вторых, когда вещи меньше выступают над бортами, это уменьшает парусность, особенно боковую. Чем ниже вещи расположены на лодке, тем легче идти при боковом ветре. Материал, из которого сделана лодка, довольно-таки устойчивый. При морских переходах приходилось не раз на довольно-таки большой скорости садиться на камни, покрытые острыми морскими ракушками. Тем не менее, никаких опасных царапин на дне лодки обнаружено не было. Благодаря низкому носу байдарки, она легко протыкает встречные валы, имеет довольно низкую носовую парусность. Так что я считаю, что на сегодняшний момент байдарки Варвар 380 сочетают в себе как отличную проходимость, так и высокую скорость. На мой взгляд, это сейчас одна из лучших байдарок для длительных комбинированных походов. Испытания показали, что на этой лодке можно ходить не только похода длительностью 35 дней, но и гораздо больше. Вместимость позволяет взять с собой провести дней на 50 и 60. Заказать байдарку Варвар 380 с любыми доделками или переделками на ваш вкус можно в компании Time Trial.